Местерии говорят то, что разрешается держать или хранить изображение или создавать изображение даже с головой, если на нем нет глаз или ушей, или, например, носа нет. То есть неполноценно, если лицо у человека нарисованного неполноценно или у животного неполноценно. Просто есть голова, то есть силуя от головы, но глаз нет или носа нет, или рта нет, например, или всего этого вместе нет и так далее. И вы тоже, наверное, заметили часто, то есть многие так делают, у них есть изображение, они не закрашивают голову полностью, а просто закрашивают глаза. Глаза закрашивают и говорят, что это уже не сура, это уже не сура. Так вот, это мнение не является правильным. Почему? Потому что, во-первых, у нас нет доводов на то, что послан Николаевского, когда удалял суры, ограничился тем, что только удалял глаза, например, или только уши, или только нос, или только глаза, нос и уши, оставляя голову. Понятно или нет? То есть везде приходит то, что послан Николая Александровна либо удалял полностью голову, либо удалял полностью, что? Весь объект, все изображение. Так или нет? Но не приходит нигде, что закрашивал только глаза. К тому же, не приходит у нас доводов на то, что послан Николая Александровна делал заново изображение или разрешал делать изображение с головой, просто без глаз и просто без носа. Поэтому, если перед тобой изображение, и тебя спрашивают, что это, ты говоришь, что это тело, а это что? Это хвост, а это что? Это голова. Ну как голова? У него же нет глаз. То есть что нет глаз? Я различаю, что это голова, так или нет. То есть видно, что это голова. Даже если у него нет глаз, то это уже что? Ра-сура. Так мы говорим, голова, это что? изображение. Поэтому недостаточно всего лишь закрашивать глаза, а необходимо убирать всю голову. И не разрешается и является запрещенным выставлять на показ изображение или иметь изображение с головой, но с замутненными глазами или ушами, или носом. То есть некоторые так делают, так или нет. То есть перед тобой, допустим, шею какой-нибудь, шею какой-нибудь, у него есть голова, все есть, но где глаза и где нос делают сейчас такое замутнение. То есть есть такой прием, замутняют, как называется, глаза и нос. И якобы, что ты не можешь различить, кто это. То есть ты не можешь сказать, что это за персона так перед тобой. Но ты можешь сказать, что это голова, а это тело. Поэтому такое изображение также запрещено и должен убирать полностью голову. То есть изображение должно быть полностью без головы. К тому же тот, который делает изображение этого человека, например, фотографирует его. То есть сначала он фотографирует его полностью, правильно ли, с глазами, с носом, с ушами, и только потом его замутнеет, только потом его замутнеет, правильно или нет? Поэтому это также является запрещенным.